как объяснить людям там что они фашисты в россии только одна традиционная ценность это власть теперь я ваш диктатор что скажет ему швейцарцы это будет конец швейцарской диктатуры больно быть русским писателем народ безмолвный о чем ты будешь писать швейцарию шишку о том что трамвай опоздал михаил каждый выпуск нашей программы он за рекорд мы начинаем с того что пытаемся объяснить зрителю как наш герой попал в ту или иную местность вот для начала давайте просто попробовал описать где мы с вами находимся мы находимся в швейцарии и обычно швейцарию из россии не попадают обычно люди оказываются в германии в израиле в америке но вначале была любовь и когда-то много лет назад мы поженились с моей переводчице я сначала думал что она из германии потому что она переводила меня на немецкий язык вот но это было далеком то не нас четвертом девяносто пятом году потом она забеременела и сказал хватит русской экзотики все вы нет ни бабушки не врачей не денег уезжаем свейцарию так оказался в свейцарии и нужно было зарабатывать таким-то образом деньги я работал переводчиком я работал в службе миграции переводил интервью беженцев я работал на разные переводческие бюро оказался просто в центре вот это гигантского машины по отстирывание грязных денег из россии то что все хотели приехать швейцарию открыть счет а переводчик тот кто все видит все знает правда ли что ваша первая работа принесла вам много историй для книги венерин волос но как люди рассказывают историю не выдуманы или выдуман но с кем-то действительно происходивший может быть не с ними и я очень хорошо помню что мои коллеги русские писатели говоря о чем ты будешь писать швейцарию шишкин о том что трамвай опоздал вот но через эту работу и оказал сам центре чудовищных русских историй единственная возможность от этого всего избавиться было написать когда читаешь эту книгу ты невольно себе задаешь вопрос это правда или это фантазия писателя вам приходилось что-то выдумывать вы знаете писатель делится на тех кому ничего не нужно они сами все придумывают а мне все нужно я ничего не могу и не хочу придумывать вот как можно придумывать такие истории которые описал в романе зачем это придумать жизнь в жизни столько всего а вот как раз я начал говорить о том что мне пришлось окунуться в мир отмывки денег вы знаете для меня это была очень большая важная школа я понял что происходит в россии что происходит западе и почему это стало вообще возможно знаете в начале 90-х годов после того как советский союз развалился люди были готовы демократии они правда не знали что это такое у них никогда не было опыта жизни правом государстве но они все смотрели американские фильмы для них было что мы хотим жить как в америке как швейцарии чтобы у нас был макдональд чтобы у нас были свободные выборы нас была конституция все хотим запад должен был помочь молодой русской демократии встать на ноги да как это было возможно сделать не нужны были законы законы достаточно да не нужны были кредиты денег в россии достаточно нужно было показать на своем собственном примере что такое демократия как она работает да это же очень просто вот есть законы если ты нарушаешь ты попадаешь в тюрьму все ничего больше что показала швейцария что показали другие западные демократии молодой русской демократии когда приезжают сюда с огромным количеством грязных денег и все понимают что это деньги грязные что они нарушают закон и адвокаты и банкиры все но все так радовались этим деньгам понимаете и все в россии поняли так вот что такое демократия когда речь идет о больших деньгах правовое государство заканчивается ваши книги венерин волос вы писали весь мир одно целое сообщающиеся сосуды чем сильнее где-то несчастье одних тем сильнее и острее должны быть счастливы другие и любить сильнее чтобы уравновесить этот мир чтобы он не перевернулся как лодка когда мы с вами только договаривались об интервью в мире была только одна война потом незаметно началась и также незаметно закончилась другая я имею ввиду армению и азербайджанку который почему-то никто практически не видел а сейчас мы с вами свидетели третьей волны войны на ближнем востоке вы по-прежнему думаете верите что мир может быть где-то уравновешенный все-таки есть где-то люди счастливые где-то за люди и страны может быть швейцария может быть где-то еще вы знаете во первых романе это говорит моя героиня это моя горькая ирония а вот как можно быть счастливым когда весь мир превратился настолько в одну комнату даже вот и все эти войны все эти смерти приходят к тебе через телеграм-каналу как можно быть счастливым как можно про все это забыть мы войне и раньше эта война была где-то далеко по телевизору да а сейчас эта война везде и и линия фронта тоже везде и я на этой войне я получаю угрозы не от пришел mail из германии по-русски шишкин предатель смерть предателем ну а что я после этого должен замолчать народ безмолвствует снова уйти в это молчание но никогда не молча молчание может быть противопоставить только слово я не буду молчать если я замолчу а в чем тогда смысл моей жизни знаете вот последние капли которые переполнила мою чашу терпения к слове я не хочу возвращаться в это унижение был мой последний визит в россию это был на красноярской книжной ярмарке четырнадцатом году осенью прекрасная книжная ярмарка вот выглядит все как во франкфурте столько издатель столько читателей везде такие интересные книги представляют но здесь тогда помнить уже вовсю шла война все у всех вопросы были только про войну как так 21 веке война в центре европы я приехал в россию в красноярске все говорят о чем угодно только не о войне у меня ощущение что единственная кто со сцены говорил про эту катастрофу это был так унизительно унизительно для всех для читателей для писателей для меня для всех я не хотел больше возвращаться в это унижение с тех пор я не приезжаю в россию и за эти годы тогда еще можно было обо всем говорить но уже все молчали за эти годы молчания только с каждым годом становился оглушительный оглушительный а после 22 после 24 февраля прошлого года она стал просто нестерпимым мать и одно дело люди как бы привыкли молчать чтобы выжить хорошо как бы на страшном суде оправдайтесь но если ты назвал себя писателем тебе уже сразу начинается другое отношение знать на страшном суде будет для писателя отдельная очередь зато молитвен прилепен просто военный преступник он для меня не писатель но если люди которые просто хотят промолчать делать вид что все нормально литературные журналы которые выходят как ни в чем не бывало в них нет ничего про эту катастрофу сеть литературные курсы литературной школы которые готовят новых писателей но как можно молодому человеку учить как можно учить быть писателем вот так закрывая глаза на то что происходит вокруг какой из него будет писать мы всех интервью ранее говорили сегодня уже сказали что культура проигрывает что культуры лузер что вы вкладываете в эту фразу мать для меня сейчас очень важным стал томас man мы оказались такой близкой в такой схожей ситуации он из америки пытался обращаться к своим читателям а эти читатели его не слушали за то что по радио они слушали bbc их расстреливали он говорил немцам о холокосте но сорок пятом году немцы сказали мы ничего не знали получается он говорил в пустоту напрасно он на самом деле дело очень важное дело он защищал достоинства немецкой культуры достоинства немецкого языка достоинства германии когда он приехал в америку он сказал а им джерман ему приходилось говорить со студентами американскими которые мы говорили мы не хотим ваш немецкий язык изучать это язык агрессоры язык войны и вот то что мы сейчас должны делать мы должны сохранять достоинства русской культуры потому что это сейчас да для нас важно просто чтобы эта культура сохранилась для будущего и вот почему между россией и украины сейчас выросла такая пропасть наполненная кровью ненавистью смертью но и с каждым днем эта пропасть все разрастается вот с каждым обстрелом украинда с каждым разрушенным домом с каждым убитым ребенком еще неизвестно сколько время будет продолжаться но рано или поздно эта война закончится и следующем поколении или через следующем поколении мы не знаем все равно придется наводить мосты через эту пропасть и вот кто будет наводить мост это будут люди культуры это будут писатели поэты музыканты вот для этого будущего моста нужно сохранить русскую культуру чтобы было кому кому идти навстречу друг другу вы думаете это возможно пока вот сегодня мы говорим про русскую культуру про русский язык если мы смотрим на украинцев которых атакует россия который проливает кровь русский язык русскую культуру им нужно посылать они они посылать вслед за русским кораблем как вдруг даже после победы украины что-то может измениться у них после этого и у россиян тоже кстати это трагедия это трагедия такого русской истории истории русской культуры еще не было настолько русский язык стал пропитан кровью значит каждый должен делать то что он может особенно если человек живет русским языком если для него это его жизнь сохранить достоинство для русской литературы мне кажется сможет только только роман вот роман искупления но его должен написать не эмигрант его должен написать тот кто сидел в окопах в украине и задавал себе вопрос а кто я что и здесь делают что это за война для чего почему мы здесь убиваем почему мы русские фашисты если будет такой роман написан то русской культурой и и есть шанс будущего но будет ли он написан бог знает михаил вы русский писатель живущий в швейцарии при этом ваша мама украинка ваш отец русский как вы себя сегодня ощущаете тем прежде всего отвечая на такой вопрос нужно сказать что я счастлив что и мама и папа умерли до всего этого что им не пришлось вот это все пережить чудовищно такие вещи говорить про родителей но я действительно счастлив а как можно ко всему этому относиться больно да вот болит раньше всю жизнь и ощущал под ногами очень прочную почву это была русская литература это была русская культура сейчас пустота потому что как может быть и русская культура и вот то что происходит и буча и рпение каждый день да вот каждый день летят ракеты погибают люди каждый день смотришь телеграме как достают из-под завалов труп от детей тогда зачем то что я всю жизнь делал больно быть русским больно быть русским писателем и вообще теперь заново нужно давать определение всем словам что такое литература русской что к русской культур что к россии что такое быть русским сто лет назад люди говорили по-русски в эмиграции на улицах громко они не стесняли своего языка они проиграли ту гражданскую войну проиграли но они хотя бы боролись да сейчас вы нам тоже заметили на улицах европейских городов не слышно практически русской речи а если люди говорят по-русски то они говорят тихо то что стыдно быть русским ваша книга как раз последняя мир или война начинается с этой фразы на французском софе маль дэкруис но когда вы себя с этой властью с этой страной не единственностируете и когда вы с таким четким посылом антивоенным выступаете почему может быть все равно больно вы говорите что русский язык вот то язык пушкина толстого цветаева теперь стал язык военных преступников но вы доказательство другой россии действительно да вот раньше русский язык идентифицировался с рахманином с буниным сейчас он когда его слышу ассоциируется прежде всего вот всеми преступлениями которые совершают люди которые говорят по-русски и получается теперь моя задача как писателя доказывать всему миру что русский язык это не язык убийц что есть все таки русская культура которая противостоит этой войне что есть другая россия есть другие русские и спасение вот эта русская культура она заключается прежде всего сейчас в том чтобы поддержать украину в этой войне против нашего общего врага то что враг русской культуры главный был всегда и есть и может и останется это русское государство это русский режим главный враг русской культуры сейчас если люди остаются в россии они должны или петь патриотические песни или молчать или эмигрировать эмиграция теперь это акт сопротивления и очень важно объяснять людям вот я живу на западе объяснять людям на западе что происходит для этого собственно я написал эту книжку знаете вот последние годы я пытался читать книги написанные так называемыми экспертами по россии которые которые объясняют западному читателю и западным политикам как относиться к россии как нужно строить мосты к путину я написал книгу чтобы объяснить западному читателю россию и эту войну это это объяснил через историю страны и через историю моей семьи это книга вышла в девятнадцатом году по немецки я написал ее по немецки потому что чтобы как бы сразу обратиться к читателю две последние главы посвящены будущему и там я описываю все что произойдет а это будущее уже наступило но к сожалению все что сейчас происходит идет абсолютно по тому сценарию который я написал и когда началось вот это полномасштабное вторжение вдруг эту книгу стали переводить на нас не знаю на все языки уже по нам больше двадцати языков вы знаете какая страна больше всего их издала или купила ну вот сейчас я был на книжной ярмарке в финляндии издатель мне сказал что за полгода книга вышла в январе они продали 30 тысяч экземпляров для такой маленькой страны это что-то совершенно уникальное я не изменил в этой книге ни слова я написал только предисловие и послесловие и у меня столько откликов на нее и люди говорят а почему же наши политики были такими слепыми потому что политики не слушают писатель а кого слушают политики потому что раньше я не знаю если посмотреть например францию да ее историческую традицию слушали философов слушали я не знаю действительно писателей сейчас например у французского президента тоже есть в советниках философы но кого кого они слушают что касается россии они слушали людей которые от россии получали деньги все эти эксперты все эти путин ферштейры это были проплаченные авторы до сих пор эта история продолжается вы знаете да в германии убрали с пола биографию путина потому что оказалось что автор получил от путинской пропаганды 600 тысяч евро за эту биографию а писатель никто не слушает была возможность когда-то остановить вот эту агрессию эту войну вспомните олимпиаду я в швейцарии призывал к бойкоту был в газетах было на телевидении пытался объяснить людям если вы едете туда вы проявляете солидарность с режимом бандитов который захватил заложники всю страну если вы туда не поедете вы проявите солидарность с теми молодыми прекрасными людьми которые выходят против этого режима на улицу и которых избивают и сажают в тюрьму на вас смотрели странно тогда кто слушает писателей да швейцария построила в сочи швейцархюсли свисшале в котором президент первой лучшей европейской демократии лично лизал сапоги диктатору а как должен был путин все это воспринимать мы знаем чем все кончилось сразу после олимпиады аннексия крыма и началась эта война прошло четыре года две тысячи восемнадцатый год чемпионат мира по футболу в россии история повторилась хотя уже всем все понятно четыре года идет эта война уже тысячи убитых раненых там не знаю миллионы беженцев что еще нужно людям объяснять я снова выступал на телевидении швейцарском писал в главные швейцарские газеты призывал к бойкоту да но здесь вот мораль какая-то да а здесь миллиарды доходов от футбола и фан радость все нации приехали в россию играть перед путином футбол естественно что он понял это как всеобщее одобрение к его агрессии и тогда вот именно тогда уже это был point of no return тогда открылась дверь к 24 февраля 22 года прямая дорога шла оттуда кто слушает писатель но вы помните 24 февраля значит президент швейцарии объявляет мы нейтральная страна мы не будем поддерживать санкции против россии да вот все эти годы мне было ощущение что я бью в стену головой да но очевидно нужно бить столько пока не пробьешь да 25 февраля на следующий день я выступаю на телешоу арена это главное политическое телешоу швейцарском немецком телевидении как раз обсуждают события что делать да я говорю либо швейц ди эпоха де нутхалитет ист фобай да дорогая швейцария эпоха нейтралитета прошла я объясняю почему швейцария должна отказаться от своей священной коровы и помочь украине да и это то как работает демократия понимаете при диктатуре те кто внизу молчат да это единственное что власти нужно от населения молчание при дикт я понимаю что мое выступление было наверное просто какой-то последней каплей но на следующий день президент швейцарии выступает и говорит мы будем поддерживать санкции против россии значит произошло какое-то историческое событие я чувствовал себя счастливым потому что были мои пять копеек в этой поддержке общей борьбы против путинского режима вы говорите что писатель не способен или не всегда способен объяснить Путина западному миру читателю своему а кто может объяснить Путина Путин сам себя недостаточно что ли объяснил показала что происходит вот мне тоже кажется что как бы объяснять ничего не нужно нужно посмотреть на дела но все же хотят слова на западе привыкли слушать слова в отличие от того что в россии в россии слова ничего не значат в россии президент может перед своим населением и перед всем миром сказать у нас в крыму не было никогда наших солдат ему за это ничего не будет наоборот это такая воинская доблесть мы это все понимаем это мы обманываем неприятеля да на западе такое немыслимо в политике там будут выврать но по другому совершенно да но вот такое откровенное вранье невозможно невозможно себе представить что президент германии пошлет куда-то свои войска и скажет нет нет там нет наших войск он на завтра же перестанет быть президентом погодите а история с адамом хусейном который готовил якобы уже массовое уничтожение вот на таком уровне может быть и чем кончилось пришел другой президент то есть опять мы возвращаемся к демократии если ты нам соврал если ты говоришь неправду ты потом отвечаешь ты отвечаешь да в россии ложь когда настолько въелась в кожу поколений настолько мы все привыкли жить во лжи настолько население готово к любой лжи воспринимать от власти и объясняется это только одним способом понимаете на западе население не зависит от власти власть зависит от населения в россии население всегда заложник что власть захочет с ним то она и сделает отсюда вот этот многовековой стокгольмский синдром когда люди начинают любить того кто взял их в заложники и вот эта вот любовь к власти потому что власть священна она сверху ты ее не можешь выбрать она есть как небо да и единство что ты можешь сделать ты можешь любить власть вдруг она тебя за это полюбит потому что если ты будешь против власти тебе отрубят голову моментально ну в зависимости от режима можешь потерять работу могут быть какие-то неприятности но сейчас мы снова приближаемся к такой вот классической структуре в которой россия живет уже тысячи лет это же пирамида да вот пирамида рабов у которых нет ни голоса ни собственности ничего и наверху хан царь и смысл этой пирамиды только во власти в том чтобы быть царем и за эту власть бороться вот насилие единственная форма существования этой пирамиды и эта пирамида очень прочная она стоит на личной преданности людей своему хозяину поэтому когда власть каким-то образом шевелится например кто-то из Петербурга да приезжает в Москву то за ним тянется сразу шлейф тех людей на которые он может опереться и вот таким образом строится вся эта пирамида она очень прочная единственная проблема у этой пирамиды это вот родовая травма момент передачи власти то что когда нет наверху хана нет царя начинается брожение начинается хаос начинается анархия начинается борьба за власть момент возможности да понимаете что это то что Путин использует как раз его там политтехнологи что если не Путин то кто сейчас начнется анархия и придут еще хуже и будут фашисты и националисты как вы с этим справитесь поэтому давайте терпеть именно конечно и такая власть была и при не знаю при царях при Сталине вот была такая классическая пирамида и сейчас поэтому вот это сохранение статус-кво хотят все хотят все потому что опыт генетический подсказывает что как только рушится эта пирамида мало никому не покажется Ваша мама была директором школы она была уволена в 1982 году два года спустя после смерти Высоцкого за то что она позволила устроить в школе вечер памяти и уволили ее если я правильно помню именно по доносу школьников Ваша мама проработала в школе 30 лет отдала туда свою всю энергию жизненную и потом заболела у нее нашли рак и еще одна трагичная история случается примерно в это же время вашего брата сажают в тюрьму потому что при Андропове та музыка и те книги которые можно было читать при Брежневе больше не была 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 запрещена и за это сажали вот сейчас мы наблюдаем то же самое на учителей пишут доносы учителя пишут на детей директора на учителей за книги за перепосты за какие-то месседжи сажают Россия вернулась в те времена или просто никогда оттуда не выходила мне кажется были попытки выйти ну давайте начнем с того что для того чтобы понять Россию и русские да нужно разделить есть две России и и два не знаю типа русских или два народа или две нации которые называют себя русскими которые говорят на русском языке которые телят одну и ту же территорию но ментально психологически они противопоставлены друг другу это идет гражданская война между ними уже не одно столетие а все началось мы знаем когда в восемнадцатом столетии когда вот это вот классическая пирамида вот этот режим который может существовать только за счет войны вот тогда он в прямую столкнулся с западом и рабы не могут производить ничего вот вот все эти военные технологии и так далее да Петр должен был покупать на западе для того чтобы воевать с этим западом но когда пришли военные технологии пушки то кто-то должен был это все обслушивать поэтому они пригласили гастарбайтеров из запада но восемнадцатом веке уже была Европа который из которой люди принесли с собой такие слова как либерте галите фротерните и прошло еще там не знаю несколько поколений сто лет пока не образовалась вот эта другая нация назовите как угодно интеллигенция русские европейцы неважно это люди которые не хотят жить при царизме люди которые хотят жить как в швейцарии с человеческим достоинством чтобы государство было чтобы государство уважало тебя как человека как личность как гражданина да и они находятся в естественной войне друг с другом и во феврале семнадцатого года моя россия мы да победили и россия была объявлена свободной республикой и женщины получили такие права которых потом в швейцарии женщин только через несколько десятилетий отвоевали но это была свобода для нас для тех кто понимает что такое демократия как она работает что такое правовое государство а для населения россии это был хаос отсутствие порядка и история слепую должна была использовать вот всех этих марксистов с их идеей интернационал чтобы вернуть порядок в россию и сталин первым делом всех этих марксистов расстрелял потом мы уже пережили вот вторую окно возможностей вторую попытку нам тоже тогда в августе девяносто первого года казалось что мы победили я очень хорошо помню это время было ощущение что наконец-то россия одумалась стало другое потому что после чудовищного двадцатого века после всей этой крови после всего этого насилия после гулага невозможно снова вернуться в тот барак то есть страна получила возможность построить новый дом вот строй строй как хочешь по любому чертежу и уже мы сами увидели как люди вернулись в тот барак страна построила только тот барак который она знает гоголь да сравнил россию с птицей тройкой чудесные слова от которых сразу начинает биться сердце у каждого читателя как русь тройка летит вперед в будущее но то что для гоголя было будущее для нас это чудовищный двадцатый век и сейчас гоголь бы сравнил россию не с птицей тройкой а с поездом метро который ходит в туннеле туда-сюда у него только два направления и здесь это конечная остановка порядок или диктатура но какой-то не вообще не не обнадеживающий прогноз получается что никаких вариантов излечиться от этой болезни убрать эти симптомы никак не получится в принципе в принципе да я оптимист вот я считаю что человечество развивается по таким же непреложным законам как вот есть законы природы да все реки рано или поздно придут в океан вот так человечество развивается по закону человечности да сто тысяч лет назад все и швейцарцы будущие да поедали друг друга а сейчас мы пытаемся создать общество где сильный не имеет преимущество перед слабым а где есть закон который охраняет слабого перед сильным поэтому в принципе демократия жить выгодно и удобно смотрите у путинские олигархи почему они все хотели иметь недвижимость на западе потому что не так просто отобрать частную собственность а при диктатуре сегодня ты олигарх Ходорковский да завтра у тебя все отняли и ты сидишь в тюрьме поэтому я уверен что рано или поздно все страны придут демократическому устройству где государство будет стоять на страже слабого и вас кто-то посильнее ничего не отнимет но просто какие-то страны какие-то народы исторически так сложились идут более коротким путем а каким-то приходится вот так вот кружить ну вот мы принадлежим к той большей части человечества которым еще кружить и кружить но мы придем к этой демократии сами или нужны какие-то внешние силы как вы говорили там более жесткая реакция запада да если смотрите сегодняшнего дня для того чтобы ввести в Россию демократия должны быть выполнены определенные условия да должна быть во-первых победа Украина в этой войне этот режим должен быть побежден да должно быть признание национальной вины так как это было после второй мировой войны когда немцев заставили признать эту национальную вину но мы можем представить себе следующего пост Путина который как немецкий канцлер в Варшаве встанет на колени в Вуче в Рапине в Харькове в Киеве во всех странах где были русские танки в Будапеште в Праге в Вильнюсе в Тбилиси сложно себе это представить не царское это дело если царь становится где-то на колени он не настоящий да а должен быть Нюрнберг все кто замазан в этой войне чудовищно должен быть наказан должен получить наказание Нюрнбергский трибунал устроили оккупационные власти кто оккупирует Россию чтобы устроить Нюрнберг над всеми военными преступниками кто будет проводить кто будет судить их вот эти судьи кто будет сажать их в тюрьму вот эти полицейские военные этот режим замазал всех всех замазал всех государственных служащих всех учителей директора музеев директора библиотек ректор университетов режиссеры театров они тоже должны быть они же все подписали письма в поддержку специальной военной операции они стали военными преступниками они должны быть тоже судимы они безусловно должны быть судимы вопрос стоит другой будут они судимы или нет будет такая иллюстрация или нет реально это или нет кто будет их судить очевидно что этого не будет страна не может сама себя посадить в тюрьму она и так уже сидит в тюрьме для ведения демократии должна быть критическая масса граждан которые понимают что такое демократия и зачем она нужна и готовы жить при демократии готовы следовать законам жить по законам да смотрите все последние 20-30 лет из россии уехали миллионы вот миллионы тех людей которые могли бы быть потенциальными гражданами новой россии и это сделано специально потому что это диктатура криминальная которую 90-е годы появилась она стала использовать опыт предыдущей совковой диктатуры и старалась не повторять ее ошибок вот мы родились в тюрьме из нее нельзя было бежать мы были нужны власти и нужны были рабы эта диктатура образовалась из-за того что продавали на запад газ и нефть получали деньги а зачем делиться вот с этими там внизу значит у нас диктатура 21 века с открытыми границами если вы помните медведев будучи президентом грея трон сказал что все кто нами недовольны пожалуйста проваливайте границы открыты это специально выдавливали людей и миллион тех которые у которых высшее образование да у которых есть все возможности было бы как бы чувствовать себя дома в новой свободной демократической россии да они не видели будущего в той россии какая есть ни для себя ни для своих детей они уехали сейчас они строят прекрасное будущее в америке в швейцарии в германии по всему миру и так далее вот есть такие определенные условия которые я не представляю себе как ближайшее время могут быть выполнены я уже не говорю про то что смотрите должны быть свободные выборы да с чего должна начаться новая россия со свободных выборов кто будет проводить свободные выборы кадыров будет проводить свободные выборы кто фальсифицировал выборы при путине сотни тысяч учителей потому что все эти выборы были в школах да они все участвовали вот в этой фальсификации значит теперь свободные честные выборы будут проводить вот эти сотни тысяч людей которые на самом деле уже являются преступниками но получается нет шансов нету критической массы которая бы выступала за демократию из этих трех условий четырех мы можем надеяться только на соблюдение первого что Украина победит в этой войне вы говорите что ни один из будущих правителей не признает вину национального покаяния тоже ждать не стоит Нюрнберг невозможен таким образом мы опять будем по вот этой одной рельсе монорельсе вперед назад двигаться а кто победит на свободных выборах значит приедут замечательные люди оппозиционеры оппозиционной политики из эмиграции Михаил Гарик Аспаров что они будут говорить давайте мы построим демократию это уже настолько дискредитировало себя слово в 90-е годы что люди скажут не 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 нам не нужно мы уже знаем что это такое да или выйдет из тюрьмы там стрелков гиркин и скажет нас опять унизили мы проиграли войну да опять у вас будет хаос нет давайте я вам устрою порядок за кого люди будут голосовать на свободных выборах как писатель может объяснить иностранцу суть России все эти знаменитые проклятые русские вопросы что делать кто виноват все эти вечные русские вопросы были вечными русскими вопросами только для читающей публики 150 миллионов крестьян которые не умели ни читать ни писать для них главный русский вопрос был есть и боюсь будет царь настоящий или не настоящий знаете если царь настоящий значит будет порядок если царь не настоящий будет смута никто не хочет смуты все хотят порядка как определить царь настоящий или нет только одним способом победы только победоносный царь настоящий вот Сталин мог убивать своих миллионами Но при этом у него была эта победа, до сих пор его в населении любят настоящий царь. Горбачев, столь любимый здесь на Западе, проиграл холодную войну, проиграл войну в Афганистане, его презирают до сих пор, он не настоящий царь. Ельцин это понял в 90-е годы, когда началась анархия, ему нужно для легитимизации, вот это единственная легитимность в России, победа, никакие выборы. Ему нужна маленькая победоносная война. Генералы сказали ему, мы возьмем Грозный за три часа. Первая Чеченская война, позорная, была проиграна. Ельцин никакой не царь, Борька Алкаш. Значит, следующий царь для того, чтобы добиться легитимности, должен был добиться победы в этой войне. Помним, как начал Путин с того, что стал взрывать своих собственных людей в Москве, эти дома. То есть, он с самого начала был уже военным преступником, объявив войну своему населению. Первая Чеченская война была сплошным геноцидом, но он стал легитимным царем. Вспомним потом аннексия Крыма, население счастливо, Крым наш, Крым наш, у нас настоящий царь. Это же нужно все время доказывать свою легитимность новыми победами. Генералы объяснили ему, мы возьмем Киев за три дня. Мы знаем, чем все кончилось. Если бы он знал, чем кончится, он бы, конечно, эту войну не начал. Потому что все эти бля-бля про расширение НАТО, это все для пропаганды. Но он теперь не настоящий царь. Вспомним Пригожинский мятеж. Все замерли. 400 километров, 300 километров, 200 километров. И революционная ситуация. Никто не вышел защищать Путина, потому что он не настоящий царь. А вот идет уже настоящий вроде бы царь. Помним, как его встречали в Ростове цветами и мороженым. Россия готова для нового царя. Но русский царь еще не готов для России. И помните, когда началось это полномасштабное вторжение, во всем мире были гигантские демонстрации. Никто не мог понять, а почему в России выходят на улицу только одиночки. Где теперь эти одиночки? Они или в тюрьме, или должны были эмигрировать. Объяснение было, что люди боятся. Это стратегия выживания поколений. Молчание. Как у Пушкина, Борисе Годунове. Народ безмолвствует. И вроде бы это объяснялось страхом, но потом была мобилизация. И мы видели, как тысячи, десятки тысяч людей идут убивать украинцев и быть убитыми. Это уже не имеет ничего общего со стратегией выживания. Это что-то совсем другое. Это глубже, страшнее. Понимаете? Мы живем в 21 веке. Человечество от коллективного племенного сознания перешло к индивидуальному сознанию. Только я сам несу ответственность за главное решение моей жизни. Что есть добро и что есть зло. И если я вижу, что моя страна, мой народ совершает зло, я буду против моего народа и против моей страны. Но большинство России живет в прошлом. Помним, да, что Бодров сказал в интервью, которое без конца крутили по российскому телевидению. Если моя страна в войне, я буду с моей страной, с моей армией, даже если эта война неправильна. Вот что у людей в голове. Они идентифицируют себя с этой страной. Режим это использовал всегда. Мой отец пошел защищать родину. Он защищал не родину, защищал режим, который убил его отца. Вот мой дед погиб в ГУЛАГе. И потом он всю жизнь, мой отец, идентифицировал себя с этой победой. Да, мы освободили Восточную Европу от фашизма. Ему невозможно было объяснить, что вместо одного фашизма они принесли туда другой фашизм. Нет, это невозможно. Мы хорошие, это они фашисты. Как объяснить людям там, что они фашисты? Понимаете? Здесь очень часто на Западе люди думают, что в России все дело в пропаганде. У них нет альтернативных источников информации. Но это не так. Все эти годы в России было и Эхо Москвы, и телеканал Дождь. Если ты хотел послушать другую правду, ты мог без проблем ее найти. Но вот представьте себе, вот здесь две правды. А вы, да, родители парня, который погиб в Украине. И одна правда будет. Ваш сын фашист? Украинцы хотели построить новую жизнь, идти в Европу, строить демократию. Он туда пришел убивать украинцев. А вы, родители фашиста, стыдитесь? Или другая правда. Ваш сын герой. Американцы ведут против нас войну, хотят нас уничтожить, используют для этого украинских нацистов. И он пошел туда защищать нашу культуру, наш язык. Он пошел туда защищать Пушкина. А вы, родители героя, гордитесь. Вот как объяснить этим людям, что им совершенно нечем гордиться? Это очень сложно. Мы сейчас находимся в немецкой части Швейцарии. Что это за место? Это наша столица. Городок, который называется Лауфен. О нем никто не знает. Это не туристическое место. Здесь вот как со средних веков люди жили для себя, так они здесь и живут. И прекрасное место для жизни. Если бы еще не знать, что за всем этим идет война, и ощущение, что война, наверное, только начинается, настоящее, большое. И что неизвестно, когда и как все это закончится, было бы все просто замечательно. В России очень много сейчас говорят про эти традиционные ценности. Кстати, не объясняют, что это такое, но противопоставляют их ценностям западным. Говорят, что феминизм – это плохо, что на Западе, представляете, какой-то ужас. Люди могут строить семью с кем угодно и как угодно, что женщинам не обязательно получают образование в моменте, когда она рожает детей. Чем российские традиционные ценности отличаются от традиционных швейцарских ценностей? В России только одна традиционная ценность – это власть. Как есть писанные законы и не писанные законы. Россия живет по не писаному закону, закону насилия, закону силы. У кого есть сила, тот и прав. Все эти разговоры про ценности, которые мы слышим от пропаганды – это чушь. Потому что если завтра для власти нужно будет, чтобы остаться им в Кремле, принять совершенно другие ценности, например, не знаю, ислам, они моментально в два счета все – и в Думе, и в сенаторы все, и все чиновники по всей России – моментально примут ислам. Если послезавтра нужно будет вдруг выучить китайский и стать китайцами, они все моментально выучат китайский. Понимаете, вот вся их ценность – это только остаться у власти и быть ближе к власти. Вот и все. И поэтому, когда… Вы знаете, вот еще часть традиционных ценностей, когда весь мир – это враги, и весь мир – это заговор против России, а раз заговор – значит, обязательно евреи. Да, вот этот антисемитизм. Какое-то время мне казалось, что в России с дискурса официального антисемитизма исчез. Ну вот пришла трагедия 7 октября, и выбор был сделан моментально. Приехал Хамас в Москву. Мы видим, на чьей стороне это власть, на стороне своих террористов, убийц. Они все друг друга понимают, они все делают одно дело. Это идет война, диктатур против демократии. Демократии, увы, в этом мире в меньшинстве, но я очень надеюсь, что они не прогнутся. И вот сейчас и в России, и в Украине, и в Израиле, и в Палестине идет одна и та же война. Диктатуры против свободы человека, против потребности человека жить не унижаясь, против потребности человека жить в человеческом достоинстве. Но есть ли что-то в России, к чему бы вы хотели бы однажды вернуться? Вы знаете, в России есть то, куда все, кто уехал, хотят вернуться. Но туда вернуться нельзя. Это детство. Это детство, это юность, это первая любовь. Но ты не можешь вернуться в прошлое. И в России есть то, к чему не хочется возвращаться, хочется быть подальше от нее. Вот сейчас создалась уникальная ситуация, когда та Россия, которая мне близка, дорога, важна, Россия русской культуры, наконец, объявила свою независимость от проклятия этой территории, объявила независимость от этого сапога вонючего. Вот за последний год я остро ощутил, вдруг понял, что Казимир Малевич имел в виду своим черным квадратом. Знаете, он делал это неосознанно. Художнику не нужно осознание. Ему нужно чувство и предчувствие. Вот художник остро чувствует, что будет. Чувствует будущее. А что было в его будущем? В его будущем была Первая мировая война, была чудовищная гражданская война и ГУЛАГ. Вот я боюсь, что не у меня одного ощущения от теперешней России это черный квадрат. Вы еще говорили в беседе с Борисом Акуниным, что Россия это страна для подлецов или для героев. До сих пор верно? Я вырос в стране, которая прекрасна при любом режиме для подлецов и для героев. Ну представьте себе, в Швейцарии мог бы какой-нибудь габист типа Путина стать президентом. И с другой стороны, здесь, что бы ты ни говорил, тебя никто не посадит в тюрьму за это. Поэтому здесь страна приспособлена для нормальных людей, которые хотят просто делать свое дело, зарабатывать деньги, иметь семью, иметь свою простую жизнь, где не нужно бороться, где не нужно выйти по-волчи, подвывать. Если ты чего-то хочешь в России добиться, ты должен стать частью этой стаи. Но, вы знаете, демократия, это же, я всегда ее сравниваю с расписанием на железной дороге. Вот как должно быть. В реальности поезд может опаздывать, или поезда вообще не будет. Демократия, демократии нужно все время бороться, чтобы она работала. И диктатура, которая все время в России приходит, как она получается? Она же не приходит, не начинается с диктатора. Не могу себе представить ситуацию, что в Швейцарии, в Берни, на площадь перед парламентом, придет кто-то и скажет, все швейцарцы, теперь я ваш диктатор. Что скажут ему швейцарцы? Fuck off. Это будет конец швейцарской диктатуры. Но мы знаем, как начинаются диктатуры в Германии в 20-е годы. На наших глазах это произошло в 90-е годы в России. Диктатура начинается с потребности в порядке, с потребности в крепкой руки. До тех пор, пока в России будет эта потребность с крепкой руки, там всегда будет находиться эта крепкая рука, которая будет говорить «Я сделаю вам порядок». И самое чудовищное, что на Западе сразу протянут этой крепкой руке многочисленные свои руки все западные демократии по одной простой причине. Потому что эта диктатура пообещает контроль над ядерным оружием. – То есть у нас мало шансов думать о том, что вот та прямая демократия, которую мы здесь все видим в Швейцарии и наслаждаемся однажды, возможно, в России. – Вы знаете, в Швейцарии демократия швейцарская, в Швеции шведская, в Финляндии финская. они все не похожи друг на друга, они вымучены, они выстраданы, они завоеваны. И Россия должна завоевать, себе выстрадать, построить свою русскую демократию. Но как это сделать? Если сложить руки, то никогда, конечно, ничего не будет. Понимаете? Может быть, сейчас в нашем поколении нельзя победить этот режим. Но бороться все равно нужно. Как боролись вот эти люди, которые в 68-м году вышли на Красную площадь. Для меня они герои, потому что они знали, что они проиграли. Они заранее уже проиграли, они знали, что ничего не добьются. Но они пошли туда, потому что они защищали будущее русской демократии. Они ее строили. Они защищали свое человеческое достоинство. Поэтому даже если победить демократия не может, за нее все равно нужно бороться. Свободу нужно завоевывать. Да. Великобритания 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 Великобритания